Здравствуйте дорогие аквариумисты! Сейчас мы расскажем вам о том, как мы делаем отвар ольховых шишек и для чего мы его применяем. Мы собрали немного ольховых шишек. Собирать лучше всего где-нибудь подальше от дороги, потому что рядом с дорогой они собирают на себе свинец и прочую грязь. Поэтому мы, допустим, ездили на рыбалку и набрали по дороге. Предварительно мы их промыли водой. Итак, берем одну четвертую промытых ольховых шишек. Примерно банки. Берем кипяток. Заливаем. Во-первых, кипяток чем хорош, что он еще стерилизует содержимое. Всякие лишние бациллы в аквариуме не нужны, тем более в том, в котором будет происходить нерест. Иначе от ненужных микроорганизмов погибнет икра. Теперь, значит, мы даем ночь этому раствору настояться и на следующий день можно добавлять его. Но ранее, то есть подкисление делалось вот или отваром ольховых шишек или торфяным отваром. Торфяной отвар в связи с тем, что его надо было фильтровать после изготовления. Ольховые шишки более как бы предпочтительные. Их просто заварил, и все они фильтровать особо не надо. Мы, например, добавляем необходимые условия при нерести таких рыб, как тетра конга, тетра керри, разбора клинопятнистая. Но основным подкислением у нас является ортофосфорная кислота. А как добавление дубильных веществ, то есть здесь ничего не придумано, да и как бы нет ничего лучше натурального. Поэтому, то есть вот для добавления дубильных веществ и придания в воде такого легкого янтарного оттенка, мы добавляем отвар ольховых шишек. На этом рассказ окончен. До новых встреч. Пока-пока.